И обо всем по порядку. Казахстанских экономистов тревожит ситуация вокруг пенсионных накоплений наших граждан. С начала года доходность активов ЕНПФ составила меньше 1%, и это при том, что инфляция превысила 7% и продолжает расти. Некоторые аналитики склонны думать, что весь год для наших сбережений на старость будет неудачным. Отчего это зависит и можно ли повлиять на ситуацию, узнавала Жамал Габдулина. Пенсионные накопления казахстанцев обесцениваются. С начала года доходность активов ЕНПФ составила меньше 1% при инфляции в 7,3%. Ситуация сложная, но рост инфляции сейчас наблюдается во многих странах мира. Это влияние санкций и сложной геополитической обстановки. Биржи, активы и компании в такой ситуации не могут нормально развиваться. В ЕНПФ говорят, выводы делать рано, а результат будет виден в конце года. Но эксперты не верят в чудеса. Так что, скорее всего, пенсионные взносы, накопления ожидают убытки. В каком размере и какого плана, еще сложно сказать. Надо следить за каникулы рынка, но они будут. И в этом даже уже не столько пенсионный фонд виноват, а сколько вот эта вся текущая мировая ситуация, о которой я уже сказал выше. И все же в этом году был всплеск. В январе и феврале доходность пенсионных активов достигла 4%. Это случилось тогда, когда курс доллара резко превысил 500 тенге за единицу. Однако падающей тенге угроза экономики Казахстана и Национальный банк проводил интервенции, сдерживая стоимость американской валюты. Здесь не сколько делов в МПФ, а делов в экономике нашей страны и в качестве тех инструментов, которые экономика может предложить. И то, что не все компании сейчас публичные, квази-государственные компании, компания саморкозна, приватизация там по понятным причинам откладывается. И поэтому просто у МПФ недостаточно инструментов, чтобы вложить и получить нормальную инвестиционную доходность. Доходность высокая там, где есть большой риск. А пенсионными сбережениями рисковать нельзя. И в фонде выбирают длинные деньги. Поэтому циклы роста доходности и ее снижения будут меняться постоянно. Жамал Габдулина, Информбюро Алматы.